Филипп Костич родился 1 ноября 1992 года, Крагуевац, что находился в тогдашней Югославии. Их школы всегда рождали для футбола выдающихся футболистов. Вот и сейчас выходцы из Восточной Европы показывают великолепную игру и радуют глаз болельщиков. Начал карьеру серб молодежной команде роднички 1923 года из Крагуевац. В 2009 году Филипп перешел с ними во взрослый футбол и начал играть на профессиональном уровне. Это произошло, когда команда вышла в сербскую суперлигу. Кроме всего прочего, к Филиппу начали проявлять интерес срывенозвезда партизан. В 2011 году поступало предложение от московского «Динамо». Сам Костич не хотел спешить и ждал подходящего предложения. Потому в родничках Костич играл 3 года, где успел сыграть 61 игру и забить 5 голов. Пока в 2012 году игроку не поступило предложение из голландского чемпионата. Недолго думая, Костич собрал чемоданы и отправился покорять Европу. Его купил Грёнингем за миллион с небольшим. Дебют за Грёнингем получился вполне не из приятных. Проигрыш 3-0 Костич играет на позиции левого крайнего или нападающего. Выступает за Грёнингем под 11 номером. Постепенно Филипп пробивался в основной состав и уже в этом году стал неотъемлемой частью команды. Он показал себя надежным игроком для Эрвина Ванделоя. В этом году он провел все 22 матча в быстром чемпионате, где ротация в составе проводится регулярно. Но Костич сыграл все в основе. Сейчас Филипп достаточно молод, потому вызов в сборную пока не получал, ведь конкуренты достаточно серьезные. Но пока Костич уступает за молодежную команду. За сборную Сербии до 19 лет, там он провел 2 матча. Филипп Костич хорош в техническом плане. Он уверенно контролирует мяч и спокойно может идти в обводку. Отличное владение мячом и скоростные рывки ему позволяют уходить от защиты. Филипп любит прокидывать и обегать соперника. Также его коньком можно назвать подачи, ведь один в один он способен обыграть многих защитников в голландском первенстве. Но если есть подстраховка, прокинуть и обижать не получится. И тут приходят на помощь другие плюсы. Подача. Не просто так он играет на левом краю, ведь подача с его левой умеет взлетать и приземляться точно на голову своих нападающих. Так, чтобы вратарь не имел шансов сыграть на выходе. Оторвавшись от защитника, Костич мгновенно поднимает голову и выполняет кросс. Но есть и в арсенале Филиппа разнообразие. Ведь ускорение и подача уже раз на третье защита будет в курсе и будет множество потерь. Потому Костич способен разнообразить свою игру индивидуальными проходами, а также обладает плотным ударом. Он не всегда попадает по девяткам ворот, но из-за плотности частенько пробивает руки голкиперам. Тренеры любят Костича на то, что он способен разнообразить игру и взорвать текущий баланс. Он может убежать от двоих-троих и ударить, заработать угловой или выполнить прекрасную подачу на своих нападающих. Уже сейчас чувствуется, что Филипп Костич перерос в Грёнингем и готов к новому вызову. К вызову как национальную сборную, так и вызову в более серьезный клуб. Вопрос только в том, чтобы тренеры продолжали ему доверять. А он способен проводить множество матчей на высоком уровне. Ну а мы пожелаем удачи молодому сербу. И самое главное, смотрите футбол. Любите футбол. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!